В Украине есть удивительное место на берегу реки Побринка в Кропивницкой области, которое поражает своей самобытностью и красотой. Это место жители города Побринец называют природным музеем под открытым небом, именуя Владимирской палкой. Старожилы рассказывают о чуде, которое до сих пор сохранила природа на одной из кам. Остатки следов человеческой ноги, копыта лошади и кресла. Существует три версии легенды. По первой, эти следы оставил монах, который шел с сафонских гор и сел отдохнуть и помолиться. Сила молитвы была очень большой, и от нее даже остались следы. По второй, здесь отдыхал древнерусский богатырь Витясь. А третья говорит, что сам Господь посвятил эти места. А еще о святости их напоминают многочисленные ручейки воды, вытекающие из скал. На холме над Владимирской балкой неестественно стоят семь камней, которые свидетельствуют, что здесь было капище. Именно их профессор Дмитрий Телегин назвал главами степи. Это каменные символы наших предков около ста тысяч лет. Приятно побывать и набраться сил в таком необычайно красивом историческом месте. Ну все, давай, смотри на меня. Мы направляемся в заповедник Аскания-Нова и заехали в город Херсон. Если честно, первое впечатление, немножко депрессивный город. Приехали вот на причал, посмотрим, что здесь. В июне 1778 года в устье Днепра был основан город Херсон. Это произошло четыре года спустя после окончания продолжительной русско-турецкой войны. Для укрепления южных границ Русской империи Екатерина II решила построить город судостроительной верфью, торговой пристанью и крепостью, а также создать Черноморский флот. Год спустя, после указа царицы, на Херсонской верфи был заложен первый 66-ти пушечный корабль, спущенный на воду 16 сентября 1783 года. Приезжать через город и гулять, потому что впервые это всегда очень круто. Согласны? Основателем города, а впоследствии его генерал-губернатором, был фаворит императрицы Екатерины II, известный государственный и военный деятель Григорий Александрович Потемкин. Строительство крепости и города было возложено на генерал-цехмейстера Ганнибала. Херсон практически рушится. Я не знаю почему, но здесь мало что вообще реставрирует, хотя, конечно, это плачевная ситуация, к сожалению, по всей Украине. Я очень люблю путешествовать по Украине, у нас есть удивительные места, но всегда сердце сжимается, когда ты видишь заброшенные дома с историей, но никому не интересно. Спасибо. 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 Спасибо.